Привет, это TechnoDeos, а это Nubia Z50 Ultra, причем в самом необычном дизайне. Картины Ван Гога «Звездная ночь». Впервые я держу в руках настолько необычный смартфон с настолько необычным дизайном. Причем это касается дизайна не только задней крышки, но и передней панели. Не знаю, замечаете ли вы сейчас в чем дело, но смартфон этой фишкой меня очень сильно удивил. Чуть позже подробнее я все расскажу. И давайте начнем с распаковки. И коробка меня, конечно, сильно удивила. Во-первых, она огромная. Посмотрите на коробку современного айфона и Nubia. Кроме того, коробка упакована, можно сказать, в такую переливающуюся картину «Звездная ночь». Ван Гог был бы в шоке от такого, а то чувствую, когда коробка для телефона лучше оригинала. Я знаю, что Apple на это скажет, что это все не экологично, что миллион самолетов понадобится, чтобы перевезти эти телефоны куда-то. Будут разные там выбросы в атмосферу, все остальное, но все мы понимаем, что Apple просто экономит деньги. В то время как Nubia делает все, чтобы мы от распаковки получили максимальный кайф и дает нам максимально богатую комплектацию. После того, как мы достаем сам телефон, рядом с которым, кстати, красуется цитата Ван Гога, мы обнаружим в комплекте аж два блока питания с разной мощностью, один с одним разъемом Type-C, другой аж с двумя Type-C и с USB-A. Также в комплекте мы получаем аж два длинных провода USB-C на USB-C, документацию, скрепку и очень приятный чехол из очень качественного твердого пластика. Я ненавижу чехлы, свой основной телефон я ношу без него, но этот чехол мне понравился. Потому что это не самое дешевое силиконовое нечто, с ним телефон также приятно держать в руке. Хотя он и не защищает телефон на 100%, боковые грани у нас никак не защищены. Так же, как и блок камер, защищена только задняя крышка и углы. Короче, Nubia сошли с ума в хорошем плане как с коробкой, так и с дизайном самого телефона. Грани у него прямые и острые, впиваются в руку так же, как iPhone. Держать его в одной руке не так-то приятно и удобно, прям как Pro Max iPhone. Зато грани матовые, очень приятного темно-синего цвета. Я пожалел, что iPhone взял в черном цвете, а не в таком же синим. Этот цвет мне просто безумно нравится, я прям фанат такого оттенка. Но телефон не полностью синий, по всему корпусу у нас есть красные элементы. Блок камер просто гигантский, занимает чуть ли не половину задней крышки. Ну и да, сзади опять же у нас частично изображена картина Ван Гога. Если вы любитель подобного искусства, то этот телефон для вас. При этом вся эта красота не ляпается, а покрытие приятное матовое. Но вернемся к граням, что у нас на них расположено. Снизу лоток для двух наносимок, нельзя поставить карту памяти. Но не то, чтобы она тут нужна, в нашей Ван Гог версии 512 гигабайт. Минимальной версии, которой, кстати, нет в таком дизайне, аж 256 гигабайт. Но есть также версия с обычным дизайном на 512 и с обычным дизайном на терабайт. Также снизу у нас Type-C, быстрый USB 3.1. Динамик, и сразу скажу, что звук меня разочаровал, это не сильная сторона этого телефона. Вроде есть небольшой стерео, но разговорный динамик настолько тихий, что особо эта погода не делает. И приходится довольствоваться посредственным плоским звучанием. Но зато пока не забыл, вибромоторчик в телефоне классный. Вибро очень приятное, на этом не сэкономили. На грани слева у нас ничего нет, что, конечно, ужасно. Могли бы качельку громкости переместить сюда. А вот на грани справа у нас целый набор. Во-первых, кнопка питания с рифленой поверхностью, ее очень просто нащупать. При этом она яркая красная. Кнопки громкости выполнены в виде, кстати, одной кнопки. Тоже не сказал бы, что это очень удобно, но сверху у нас кнопка действия. И как ни странно, она может выполнять разные действия. Например, можно ее настроить на запуск игрового режима. Вот мы ее включаем, запускается игра, переключаем обратно, и игра закрывается. Очень удобно и экономит огромное количество времени, если вы, например, часто играете. Также можно, как и на айфоне, сделать из этой кнопки переключатель виброрежима. И также с помощью нее можно включать камеру. И эта кнопка – это реально очень классная фишка, как для людей, которые переходят с айфона, и им нужен переключатель вибра, как для геймеров, так и для людей, которые часто фоткают. Но что касается дизайна спереди. Мы видим огромный 6,8 дюймов экран. Телефон уже становится больше, чем планшета 10 лет назад. Это безумно здоровая махина. Для сравнения, даже S23 Ultra, на который у нас тоже был обзор, где-то тут подсказка, даже он не такой большой. Конечно, это OLED, 120 Гц, яркий, сочный, с неплохой плотностью пикселей, и их вообще не видно. Короче, к экрану у меня ноль претензий, разве что автояркость иногда шалит. Снизу малюсенький подбородок, и он настолько маленький, что я был бы не против, если бы боковые грани и верхняя грань были бы такой же толщины. Думаю, Apple так и делает, поэтому у них не самые тонкие рамки. Но вот Android производительно это забивает, и мы получаем наши подбородки. Но вот над чем Apple особо не парится, так это над уменьшением своей челки или динамикаила. По сравнению с маленькими точками в Android-смартфонах, это, конечно, огромные махины, хотя там есть Face ID. Но обратите внимание на экран Nubia Z50. Вы видите тут селфи-камеру? Нет, у вас все в порядке с глазами, ее тут реально нет. Я бы сейчас вам сказал, что она скрыта под экраном, но мы еще поговорим про качество, можно сказать, что ее просто вырезали. Самое главное, что ее практически не видно, и, например, я, человек, который не особо часто делает селфи, этому безумно рад. У нас у второго ведущего Паша есть Red Magic, и там, например, этой камеры вообще не видно. Только если очень постараться, там можно что-то разглядеть. Это Nubia у нас будто бы немного бракованная. Тут видна зернистость на месте селфи-камеры, на сером фоне так она вообще бросается в глаза. На черном фоне вы, понятное дело, ее вообще не видите, а на сером она заметна больше всего. И после того, как один раз ее замечаешь, раз видеть уже невозможно. Поэтому сырая все-таки ваша эта технология под экранной камеры. Не знаю, может это только у нас такой экземпляр, но мне кажется, что это массовая фигня. Где-то она меньше бросается в глаза, где-то больше, и понимаешь, почему все топовые производители не используют эту технологию. Но, опять же, про качество этой подэкранной камеры мы с вами еще поговорим в конце видео. Кроме того, селфи-камеру выдает еще и пленка, которая из коробки тут наклеена. И, возможно, ее реально кто-то будет отклеивать ради внешнего вида. Плюс, возможно, из-за этой пленки не всегда идеально срабатывает датчик отпечатков, хотя он очень быстрый. Ну и, конечно, есть небезопасный Face ID, который за секунду настраивается, не советую им пользоваться. И, кстати, если вы у нас захотите купить эту Nubia, то вам очень поможет наш телеграм-канал. У нас там часто появляются очень крутые промокоды на большую скидку на разные гаджеты. И висят эти промокоды неопределенное количество времени, скоро будет промокод на Nubia. Поэтому переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на нашу телегу. Ну вот я начал пользоваться этой Nubia и столкнулся с оболочкой MyOS 13. И хоть за дизайн она все очень неплохо, хотя анимации какие-то резкие, разочаровала она меня тем, что тут нет русского языка, поскольку это китайская версия телефона. Изначально стоит китайский, можно изменить только на английский, и Google сервисов мы, конечно, тоже не получаем. Нужно отдельно ставить APK-шку Google Play и уже оттуда скачивать все нужные вам приложения. И также, что мне не понравилось, это очень неудобные шторки, потому что у меня всегда открывается пункт управления. И для того, чтобы открыть уведомления, нужно тянуть прям сильно слева. То есть, если тянуть серединой, уведомления мы не увидим, как на всех остальных телефонах. И к этому, конечно, нужно привыкать, да и хрен вы привыкнете, потому что палец сюда тянуть постоянно в бок не очень-то удобно, если вы, конечно, не левша. Касательно начинки, тут все жирно. Стоит Snapdragon 8 Gen 2, в Antutu телефон набирает практически миллион триста тысяч баллов, что, конечно, бешеный результат, намного лучше, чем в S23 Ultra. Казалось бы, Samsung отказались от Exynos, но в их телефонах даже Snapdragon не такие мощные. Оперативки 8, 12 или аж 16 гигов, в этой версии золотая середина, 12. Думаю, никого не удивлю, если скажу, что все игры тут летают. Genshin идет на самых максимальных настройках, 60 FPS, все дела. Ну а с игрушками попроще, у вас уж точно проблем не будет. Причем играть вы сможете долго, тут аккумулятор аж на 5000 мА, тут честный 5000, даже чуть больше, не как в S3 Ultra 4800. При этом Samsung везде пишет, что у них якобы 5000. Этого телефона реально может хватать на пару дней. Еще и заряжается быстро, до сотки за 40 минут, но нет беспроводной зарядки. И вот мы добрались до камер, пора вам рассказать, какое качество выдает вот эта фронталка. И это просто лютое мыло, на это невозможно смотреть, видео снимается максимум в Full HD 30 кадров. Фотки изначально получаются безумно мыльные, но прилетает какая-то лютая бьюти-обработка. И фотки становятся еще хуже. Короче, с селфи-камерой тут просто беда, она есть только для галочки. Если вы особо ей не пользуетесь, какой-нибудь кружочек, телегу записать, в принципе, ее хватит. Но если вы какой-нибудь там блогер, то этот телефон точно не для вас. Вот такие мыльные видео, при том дневное освещение, но видео получаются просто какие-то мыльные, шумные. Просто тут, считайте, нет селфи-камеры. Основную камеру шириком не назовешь, тут аж 35 миллиметров. Качество детализации все супер, к ней у меня вообще претензий нет. Вот сейчас у вас показываются примеры снимков. Также порадовал телевик, можете что-то с дальнего расстояния сфоткать и получить хорошую детализацию. Не S23 Ultra, конечно, но тоже неплохо. Ширик тоже неплохой, 14 миллиметров, много чего влезает в кадр, к нему у меня тоже никаких претензий нет. Но, как и к большинству Android-смартфонов, у меня тут есть претензии к видео. Ну вот на основную камеру получаются такие видео, конечно... Да, во-первых, очень большой кроп, потому что основная камера тут вообще не широкоугольная. И вот такие видосы получаются. А ширик темный, поэтому такая ситуация, что... Сделать нормальную фотку, при этом широким углом сложно. Такие видео тут снимает ширик. Можем что-то поприближать. К айфону в плане видеосъемки никто еще и близко не приблизился. Что ж, вот мы все и обсудили, и что я в итоге могу про этот телефон художника сказать. Телефон очень интересный, умеет удивлять, но и компромиссов у него немало. Вроде неплохие основные камеры, но ужасная фронталка, хотя круто, конечно, что ее не видно. Прошивка, на первый взгляд, выглядит неплохо, но во время использования часто получаешь какой-то дискомфорт. Например, опять же, из-за этой шторки меня это просто убивает. Вибромоторчик приятный, но плохой звук. Также телефон безумно здоровый, для кого-то это плюс, для кого-то минус, какой-то маленькой версии нет. Ну и, конечно, не забываем про этот безумно интересный дизайн. Ну а появится эта Nubia скоро у нас в магазине TechnoDeus, либо уже появилась, смотря когда вы смотрите это видео. Ну и, конечно, у нас также там можно купить практически любой гаджет. Цены у нас очень приятные, есть доставка по всей России и годовая гарантия и поддержка. Ссылка на наш магазин в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, смотрите другие наши видео. До новых встреч!